МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дворец творчества – самое крупное базовое учреждение городской системы дополнительного образования Сыктывкара. В кружках больше трех с половиной тысяч детей. О таких цифрах и не мечтали во времена его основания в 30-е годы. Первый пионер-клуб кочевал из одного деревянного здания в другое. Если бы не война, дворец могли бы построить и раньше. Но мечта сбылась лишь в 1956-м. Вот хроники тех лет пионеры Сыктывкара пишут ребятам из дружественного Китая. Дорогие китайские друзья! Мы, пионеры города Сыктывкара, получили вашу посылку, за которую очень благодарим вас. Спешим поделиться с вами нашей радостью. В канун Нового года мы получили замечательный подарок – новый дворец пионеров. В нем очень много интересного. Есть у нас кабинеты дружбы народов. Занимаются разные кружки. Во дворце работали талантливейшие педагоги и организаторы. В 1966-м на посту директора Александр Католиков. Человек энергичный, незаурядный, хозяйственник. Засучив рукава вместе с рабочими, он штукатурил стены. При нем у учреждения появились не только мотоциклы и машины, но и самый настоящий плавучий лагерь на двухпалубном пароходе. Было не так много кружков, как сейчас. Было 15 кружков, которые были востребованы в то время. Это, например, юный ворошиловский стрелок, Осава Ахим, радиокружок, кружок ИЗО, конечно, как всегда, рукоделие. И занималось немного детей, более 400 детей. Свой след в дворцовой истории оставила и Любовь Мозгина. Учебное заведение посещала еще ребенком, а в 80-е пришла работать. Сначала педагогом, потом заводделом декоративно-прикладного творчества. Дорец пионеров, как говорит, стал вторым домом. Школой дружбы и созидания уже для нескольких поколений. Это здание, в котором мы находимся с вами, было построено в 1956 году. По проекту первой женщины-архитектора нашей республики, Феофани Александровны Тинтюковой. С тех времен сохранилась лепнина, вот эта. Сохранились балерьефы, которые были сделаны нашим скульптором Мамченко. Дух советской эпохи здесь живет в согласии с современностью. Детей 21 века в фойе встречают пионеры всей планеты, о дружбе которых повествуют фрески. В момент передачи дворца творчества в эксплуатацию они уже существовали. Потом какое-то время они были закрыты счетами, но в 2006 году при ремонте фойе дворца творчества и самого дворца творчества они вновь были открыты и восстановлены. Помогали в этом студенты колледжа искусств Республики Коми. Над арочными окнами в центре фасада Борельеф и Владислава Мамченко оживляют сцены из жизни пионеров. Они перед входом всегда на посту. Как символ у советского времени в 90-х скульптурам грозил снос. Но тогдашний директор пионеров отстоял. Без них Сыктывкар уже не представляется. Тем более, что прототипами были реальные дети. Он выполнен в стиле советского классицизма. У нас зданий таких не очень много в городе. Своим внешним видом он поддерживает застройку улицы Орджоникидзе. Является неотъемлемой частью исторической части города, которая и в принципе создает образ исторической части города в Сыктывкаре. Памятник архитектуры в целом в удовлетворительном состоянии. Собственник исправно несет охранные обязательства. К столетию региона исторические постройки отремонтируют. Список пока на стадии формирования, но дворец в нем уже точно есть.